Ведь всем нам уже хорошо понятно, что нынешний Марс, это планета Некрополь, и этот планетарный некрополь планеты Марс, как и планетарный некрополь планеты Венера давно известна мировым ученым все еще живой планеты Земля. И если об этом сегодня еще не принято разговаривать и вести хоть какие-то общественные дискуссии, то верить или не верить в очевидность уже никому не надо предлагать на гипотетический выбор. Все ясно и все очевидно уже сейчас, есть погибшие миры совсем рядом, под носом у нас, есть миры-наблюдатели за погибшими прежде мирами, это планетоид-спутник Земли-Луна, на котором чем только кто только не занимался. И во всем этом есть право в скором грядущем поучаствовать нам, но вот только на каких птичьих правах, толком еще неведомо. Нынешняя несоразмерность земной и марсианской реалий, земной и марсианских цивилизаций ужасно напрягает. Хотя земные ученые все время пытаются отыскать все более новые и более действенные, более эффективные методы исследования всего того, что осталось на Марсе после гибели последней цивилизации и ее остаточных очагов пепелич. Тех самых очагов, о которых нам еще предстоит поговорить не однажды, потому что и на планете Земля цивилизация зарождалась не пандемическим методом, а теми же отдельными очагами, внезапно вспыхивая то там, то здесь множество раз. Также многократно бездна цивилизации гибла до своего становления. Сегодня говорят о некой параллельной реальности, и при этом гипотетически цокают языками. Вот если бы, вот если бы совместить реально рассвет марсианской цивилизации, лучше в тот самый период, в котором пребывает сегодня земная цивилизация, вот тогда бы мы смогли хоть что-то сразмерить, выправить и принять. Я ведь даже не о соперничестве. Мне трудно судить с кем соперничать, с предками генетически враждебной нам цивилизации или с некими сострадательными земной безысходности, жившими на Марсе вообще или живших в ту самую далекую от нас сегодняшних пору, одним словом, вечный холемес. Большой холемес. Большая грустная сказка. Но уже сегодня пылкие земные умы обуревает очередная новая идея, еще вчера писали о том, что вместо немногих громоздких и неоправданно дорогих макроспутников следует послать на Марс некие десятки микроспутников, которые многократно пронзят марсианскую орбиту во множестве мест и превратятся в некий техногенный несущийся над Марсом улей исследовательских аппаратов. А уже сегодня заговорили о том, что более практично и скромно использовать присланных заранее аппаратов пчел. Ведь и мы существа суть белковые, а того сотопочитаемые, в отличие от кремниевых звездообразных существ древнего палеозоя. Вот здесь дословно, отказ от планов исследования Марса по Земле привел специалистов НАСА к единственному верному решению, облету планеты. Правда, вместо космического аппарата ценой в десятки миллионов долларов исследовать поверхность Красной планеты будут небольшие роботы, больше похожие на пчел. Об этом сообщала на своем сайте НАСА. Роботы Марсби получат специальные механизмы, которые позволят им летать над поверхностью планеты, словно гигантским насекомым. Расчеты инженеров НАСА показали, что крылья из сверхлегкого материала и специальные торсионные пружины позволят создать наиболее эффективное устройство для разведки поверхности планеты. Устройство разрабатывает объединенная исследовательская группа из исследователей Университета штата Алабама и японских ученых. Размер устройства предполагает доставку на поверхность планеты целого роя электронных пчел с десятками датчиков. Ученые считают, что таким образом всего за несколько марсианских суток может быть исследовано столько же территории, сколько было изучено за все предыдущие экспедиции. От этих электронно-синтетических пчел, наверняка созданных из каких-то новейших материалов, свойства которых должны помочь не только этому искусственному раю на Марс, но и воспарить над ним, и понестись по тем траекториям, что и прежде предполагаемым микроспутникам, топографируя и фотографируя все то, что вдруг окажется у них под крылом. Возможно, они смогут подниматься на широкий диапазон высоты, и опускаться почти до реголита, грунта марсианского, которое, если честно, далеко не реголит в чистом виде, а нечто совсем иное, поскольку в нем присутствует огромное количество красной окалины того горького времени, когда Марс умирал прежде всего он обезвоженности. В ту пору вода отходила к полюсам, где собиралась в торосы огромных высот. Некоторые исследователи говорят, что еще и сегодня эти водные торосы занимают где-то во внешне припудренных реголитом породах Марса пространство высотой до 130 километров. В это трудно поверить, но можно поверить, что Марс имел океан, глубина которого составляла от 130 метров до километра и 300 метров. Это было почти планета-океан, и если в этом океанариуме и существовало прежде что-то великое, чем стал бы гордиться Марс, то воистину это были его водные ресурсы, всяческая разнообразная водная флора, водная фауна и водные острова, проплывавшие на километровой высоте над шельфом нынешнего омертвелого Марса. В этом смысле Марс напоминал Землю периода всемирного потопа.